Здравствуйте, друзья! Очередной день и у нас с Ксюшей очередное приключение. Ой, опять стекло разбили. Ну что за вандализм? Не знаю. 150 раз меняли эти стекла. Мы с Ксюшей решили рискнуть и побороть наши собственные страхи. Я рассказывала историю. Несколько лет назад мы ходили в лес и нас с Ксюшей покусали клещи. После этого мы очень боимся, но кажется мы готовы. Автобус сейчас, пару остановок проедем, чтобы не уставать, а там уже попытаемся. Если будет слишком страшно, то мы просто-напросто вернемся домой. В нашем районе все рядом, в том числе и какой-то лесок. Не думаю, что это прямо лес, 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 но тем не менее это деревья растущие. Кучей березки. Вот как раз березки мне хочется. Как правило березовый лес достаточно чистый. Ну или это мои такие фантазии. Я знаю, еловый лес чистый, но здесь нету елок. Ну что, перешли мы к лесу. Тут как раз оказалась тропиночка. Народная тропа. Чтобы нас не касалась никакая трава, мы пошли по этой тропиночке. Ну и вот что сразу расстраивает. Раз есть тропиночка, значит есть признаки жизни. И там будут всякие, как сказать, человеческие следы. Следы жизнедеятельности. А это меня всегда очень сильно бесит. Потому что, ой, догадываешься, кто это? Кругом, да. Растение таракан. Как я тебе рассказывала, все вымрут, а борщевик останется. Ну да, здесь вот уже, значит, ну мы пойдем другим путем. И надеюсь, что в скором времени тут очки холюсенькие. Угу. Как будто они неоновые, знаешь, что ли? Да. Как будто светятся неоновым светом. Я надеюсь, что мы не заблудимся. Тут, собственно говоря... Ксюша видела, да? Это дуб и вся земля усеяна желудями на землю. Вот такой высокий-высокий дуб. В этом году очень много... Очень-очень много желудей. Очень-очень много рябины. Ну, по крайней мере, раньше такая существовала примета, что если вот деревья так много приносят плодов, значит, зима будет очень-очень-очень холодная. Мы идем по, я так понимаю, по дубравнику, потому что у нас под ногами сплошь желуди валяются. И сплошь следы человеческого пребывания. Ну, правда, земля усеяна желудями. Мы в детстве с Ксюшей специально куда-нибудь ходили, собирали каштаны, желуди, сыски. И потом что-нибудь мастерили, когда она ко мне приезжала уже в непогоду, когда сильно не погуляешь по осени поздней, по зиме. Ой, ну все, в борщевнике меня это очень удручает. Мы и так с тобой в походе. Здесь были ландыши. Достаточно такая, ну не то чтобы большая полянка, но... Ты хочешь в него лбом впечататься. Пойдем направо. Надеюсь, мы там коня не потеряем. Только грязь обходи, пожалуйста. От свежего воздуха сразу запершила в горле. Вот мы. Я помню, случай был мы. Раньше уезжали, дети маленькие были, на все лето, как правило, начиная с майских праздников, ну потому что так удобнее там были выходные, и можно было попросить нашего приятеля. У нас приятель был, у которого пристегивался к машине, ну как вот этот, ну на колесиках повозка. И он нас перевозил со всем скарбом на все лето на дачу. И всегда мы приезжали, ребята начинали разгружать то, что мы с собой везли. И у меня, как правило, начинала болеть голова. И Димка все время говорил, да положи ты ее под выхлопную трубу, сразу все пройдет. Так и сейчас. Вот мы зашли от этого, от дороги совсем недалеко, но все равно обилие растений, деревьев. Другой воздух у меня сразу запершило в горле. Ксюня, подожди секунду. В общем, в этом лесу не страшно. Тут сплошь тропинки. Странно. Жгли костер и не могли сжечь этот пакет от угля. Я поражаюсь нашим людям. Мы раньше очень часто ходили в лес именно с целью. То есть мы открывали шашлычный сезон и уже поздно, осенью, уже прямо так, прям по первым заморозкам закрывали сезон. Я ни разу не помню, чтобы мы хоть бумажечку, хоть бутылочку оставили. что можно, сжигали там всякие бумажки. Остальное в пакет и по дороге в мусорку. Нет, в поле мы не пойдем. Я как-то совсем не хочу в поле. Я же хотела лес, а тем более там что делать? Смотри, какие заросли. По тем зарослям я очень боюсь. А вон там мангальчик кто-то поставил. Зато вокруг! Видели бы вы, боже мой! Кто-то попытался оккультурить, сделать такую зону. Но у нас же как? Вот стоит мангальчик. Вокруг него так достаточно относительно чистенько. И поворачиваемся. Это буквально в двух метрах от мангальчика. Дофига мусора! Ужас! Ну, я не знаю. Ах, как вот как последний день живут. вот когда пир во время чумы и вот там А-а-а, пошло оно все, крушим и так далее. Ксень, по этой тропинке пойдем? Ну, чтобы уж не заблудиться, да? Ну что, мы пройдем немного. Если что-то интересное увижу, опять включусь. Вот здесь вот очень мило выглядят старые-старые березы. Там у меня телефон не показывает, несколько, достаточно чистенько, несколько вот этих неоновых цветочков. И я всегда, всю жизнь считала, что именно вот на такой полянке должен расти грибок. Очень хороший, очень красивый, подберезовый или белый. И мне всю жизнь, с самого детства, еще мой дядя Вася объяснял, Слушай, нет, грибочки прятаться любят. Наткнулись на невозможную красоту. Здесь много-много-много вот таких этих светло-фиолетовых или сиреневых. И они еще и пересекаются вот с такими желтыми. А эти желтые, они потрясающе пахнут медом. Ну, очень красиво. Безумно красиво. Вот почему-то в основном не... А нет, вон есть пчелка одна. Но в основном почему-то мухи. Нет, это тоже, наверное, не муха. Не знаю, кто это. Нет, тут есть пчелка. Ну, вон одну я вижу пчелу, а вот эту я не знаю, кто. Может какая-то... А вон еще вторая пчела, третья пчела. В общем, много здесь пчел, медок собирают. Я не знаю, сколько лет этому дереву. Телефон же все уменьшает. На самом деле, оно как, я не знаю. Ксень, подойди поближе к нему. Просто, чтобы видеть, какое оно здоровенное. Только не надо туда руку совать, это страшно. А-а-а! Бедненькое деревце. Оно насквозь... Ну, я же говорила, оно насквозь. Треснуло. Ага. Ну, оно живое. Это дуб. Это дуб. Какой величины невероятной, какой высоты невероятной. Я не знаю, сколько ему может быть лет. Сто. Да я откуда знаю. Я даже по спилу не могу считать, потому что я не вижу этих самых колец, как говорят. Вот спил, вот посчитайте кольца. Столько лет, значит, дереву. Я не понимаю, где там кольца. Куда? Да, побольшой. Думаю, мы нашли прям такую протоптанную аллею. Ага, еще тут много-много красивых куток. Ну, много-много красивых куток. А, а что это, где это? Мне пока... Это сыроежки, между прочим. Сыроега. Ксюня, подожди, я хочу снять, что это за поганка. Я, если честно, думала, что... А это, наверное, летний опенок. Уже такой престарелый. Опенок был не молод. Вот. Я, естественно, думала, что после позавчерашнего... Псень, позавчера, да, был ливень? После позавчерашнего ливня будет полно... Ну, не полно, но хоть какое-то количество грибочков. Мне хотелось для себя несколько грибочков найти. Но тут даже не пахнет грибами. Обычно в лесу... Есть вот этот вот грибной запах. Наша гринписовка вечно что-то хочет спасти. Вот сейчас вот я зажалела, что деревце вот так вот наклонилось. Сразу его спасать надо. Выживет, Ксень, если силы будут. А не выживет, значит, увы, такова судьба. А в природе все так происходит. Ой, что-то такое странное тут растет. Вот такое вот. Очень странное. А, это, по-моему, дед этот. Дед, как он. Дым, который пускает. Мы шли-шли и пришли в странное место. Это какой-то длинный-длинный-длинный-длинный забор. Очень-очень-очень старый. На нем уже растут деревья. Когда-то он был вот с такими этими... Поверху башенками. Не знаю, обман зрения или нет. Мне кажется, что еще и между этими башенками проволока была натянута. И тут прямо вот какая-то дорога. Ну, мы туда не пойдем. Как-то меня не привлекают такие странные, загадочные вещи. Непонятные. Это обязательно окажется какая-нибудь частная территория. Там обязательно кто-нибудь выскочит. Помнишь, как мы с тобой искали, где собачки лают? Нас почти оттуда так, чуть ли не с автоматами выгнали. Какая-то то ли база ФСБ, то ли еще какая. В общем, я так поняла, там вот воспитывают и готовят этих собак. А мы с Ксюшей думали, что это питомник, приют. Да. И хотели собачек посмотреть там. Может быть, с ними погулять. А у нас так это чоповцы. А мы же с ними такие наивные. А это что, собачий приют? Да. Собачий приют, охраняемый чоповцами и забором с этим. С... С автоматами. Взрайся с автоматами. Но оружие у них было. Кобурья на поясе. Это вот такая толстенная ветка. Это не отдельное дерево. Это вот с этого дерева. Видимо, ураганом, что ли, сорвало. Когда был дождь? Не знаю, Ксень. Вроде не такой свежий слом. Мы нашли вот такое вот дупло с водичкой. И оставили тут еще грибочки. Может быть, какая-нибудь белочка или ежик придут попить. А тут еще и еда лежит. О, как мы придумали здорово. В общем, лес очень странный. Ах, он такой. Ну, в общем, это не лес уже. Такой, как это сказать... Запущенный и уже такой полумертвый. Здесь очень много того самого бурьяна, который создает ощущение вымирания. Здесь совсем нет практически. Нифига себе, Ксень. Здесь такая была эта сыроега огромная. Ее кто-то пнул. Пнул. Мы в лес зашли. Ксеня, ты видела здесь прямо заросли чего-то? Ай-яй-яй! Ой, я листика испугалась. Серьезно? Ага, он меня потрогал за руку. А какие они хорошенькие. Хорошенькие, хорошенькие. Не знаю я, что это. Похоже на опята. Но этих опят столько. Такая разновидная. Не, не лисички. Ты что, лисички, я узнаю ее из тысячи. Это похоже на разновидность опят. Но их столько много. Летние, ложные. Но это не зимние точно. А, зимние это такой благородный грибочек. Очень вкусный. И очень здесь тишина. Но тишина не умиротворяющая, потому что мы сильно-сильно-сильно слышим шоссе. Какое, мне кажется, симферопольское. Прям такой непрерывный гул. Не знаю на видео, слышно или нет. И вообще не поют птички. Вообще. Ну да. Как-то даже слегка угрюмо. Как ни странно, тут достаточно много мы встретили груздей. Обычных белой. Ксюша рассказывала, для чего эти грузди, что с ними делают. Очень много. Прям вот идешь, а они тут и растут. если честно, я вот знаю, что что в Москве не очень понимают гриб-грузди. Не знают, что с ним делать. Но я из-за того, что мы по всей стране покочевали, везде пожили, прекрасно знаю, что такое грусть, что с ним делать и насколько он вкусен, когда его приготовят. Грузди соленые, это вообще можно ум отъесть. Только это, по-моему, не белый грусть. Хотя, кто его знает? Нет, не белый точно, но разновидность груздей. А тут что-то. Не знаю, что это. Так как сейчас настолько все мутировало, что я все подряд собирать боюсь. Где покажу? Ну, так это же и есть та самая чага. Ой, какая свеженькая. Гриб древесный. Очень-очень-очень лечебный. Называется чага. Эти самые люди страдающие всякими там. Ой, меня уже укусил кто-то. Ну, естественно, комарок. Кто ж еще? Люди, страдающие всякими. господи, как называется-то? Не, ну ты что, ни в коем случае. Кашлям? Гастритами, язвами, колитами. Вот для них очень этот гриб плечебен. Делается, не знаю, каким образом настойка из него. Когда у мамы твоей после операции был восстановительный период, мы в аптеке заказывали. Да, это сыроегу попинали, а здесь вот эти грузди попинали. Сюша, смотри, какая красотень, я не знаю, понятия не имею, что это такое, она. Мы не знаем, что это такое. Да, если бы мы знали, что это такое. А вот он еще один, такой же маленький, крепенький. Похоже немножко на сыро. Ох, как здесь душно, просто невообразимо душно. Что, будем? А вот это вот, между прочим, очень похоже. Вот те вот, у нас называли их бычки. Это тоже они? Ну, это уже переросший бычок. Он там еще один красивенький. Они обычно вот так и растут. Но они тоже не для еды, а для соления, маринования. Я не знаю, как они по правде называются, потому что по моим воспоминаниям, я только вспоминаю название бычки. Папа мой так называл. мы тоже собирали. Мама очень много грибов солила. Вон он какой крепенький такой. Такой толстенький, крепенький. Стоит, а там еще маленький. они растут всегда такими целыми полянками. Если на один наткнулся, то значит точно-точно будет рядом штук двадцать. Ксень, ну дальше бурелом. Я дальше не пойду, я дальше разворачиваемся. И сейчас посмотрим, который час. Если что, будем выбираться уже из леса. у Ксюши лучше, чем у меня ориентирование на местности, поэтому она нас будет выводить. Я только могу на звук дороги вывести. Мы с Ксюшей не выдержали любопытство все-таки нас пересилила, и мы решили подойти к этому забору. Тут я была права, правда, не колючая проволока, а вот такая между этими столбиками решетка. И там я не знаю, что это такое. Я вижу там деревянное сооружение и деревянные домики. Даже домики? ядомиков не вижу. Да, я встану на эту плиту. Да, действительно. Но тут не видно. Тем более... А... Да, я понимаю, о чем ты говоришь. А, может быть, и правда это был здесь вот полигон для пейнтбола. Но выглядит очень-очень-очень запущенно. И очень-очень безжизненно. Мой личный сусанин Ксюша нас вывела из леса. Ну, в общем, мы сделали вывод, что нам, ну, я не знаю, я там слегка паниковала, когда Ксюша пыталась добраться до какой-то яблоньки через стоим, Ксень, через бурелом. Я ее, конечно, не отпустила туда ползти. Я еще не совсем спокойно отношусь к лесу. Ну, сейчас дома. Ну, я не знаю, мы не ходили ни по каким этим буеракам, рекам, ракам на эту сторону, Ксюнь. И сейчас не спеша двигаемся к дому через летают вертолеты почему-то очень активно. Через какой-нибудь магазинчик надо что-то купить к ужину. Найдутся люди раньше меня. Мы нашли дерево со сливами. Вон там больше всего слив. Главное там сахар. Обалдеть! ой, сколько их много! Мы увидели арбузы вот такие вот длинные, как огурцы или как кабачки. Мы очень хотим его попробовать. я боюсь, что мы его не дотащим. Это точно. Да. Все, мы вернулись домой. Два часа погуляли. Ну, конечно, это не то, что я ожидала от прогулки в лес. Но, тем не менее, мы зашли в лес. Мы там помотылялись. Посмотрели. И, если будет желание, в ближайшее время тут есть такой какой-то сосновый лесочек. Можно будет туда сходить тоже. Так как мы как бы не напрягаясь гуляли, прошли мы не особо много. По-моему, пять с половиной тысяч шагов. Ну, все, друзья. Хорошего вам дня. Прекрасного настроения. Пусть все у всех будет хорошо. Пусть все будут здоровы. Все, до завтра. Продолжение следует...